Часто осенняя проблема в виноградаре это плохое вызревание лозы у молодых посадок. Это могут быть весенние посадки, либо посадки прошлого года. И этот год, конечно же, не исключение. И также частая рекомендация просто взять такой саженец, выкопать и поместить в подвал. Вот сегодня мы с вами поговорим, когда это стоит делать, когда не стоит, и как помочь все-таки нашим саженцам вызреть. Итак, мы начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда, понятно и доступно. В первую очередь давайте с вами посмотрим на прогноз погоды. Сейчас у нас начало октября, 7 число. И да, прогнозы, к сожалению, нас не радуют. На этой неделе обещают достаточно сильное снижение ночных температур вплоть до нуля, но пока вроде как заморозков не прогнозируют. Ну, где-то может быть ноль, а где-то может быть и небольшой минус. Но, смотрите, мы не первый же день живем, да, и это далеко не первая наша осень. И мы знаем, что да, бывает в октябре, бывает даже и раньше, приходят на некоторое время ночные заморозки, ну, так, может быть день, может быть два, может быть чуть больше, а потом у нас еще достаточно долго, 2-3, а бывает и даже полтора месяца хорошей погодой. Поэтому сейчас нам точно глобально ничего делать не надо и выкапывать не надо. Теперь давайте пойдем посмотрим конкретные примеры. Вот они, наши молодые посадки. И смотрите, вот очень интересный кустик. Вроде бы, как бы, у него лоза зреет плохо. Но я хочу вам напомнить, что в первый год нам достаточно, чтобы лоза вызрела буквально на две почки. Если мы здесь присмотримся поближе, мы видим, у нас это вызревание есть. Все, вот этого кусочка нам вполне достаточно. Вот второй побежек, да, он зеленый. Но здесь уже есть вызревание. И вот с этим растением точно ничего делать не нужно. Смотрим следующий. Вот тоже, видите, вот здесь, на этом побежике, ну, лоза зреет, да, но она еще желтоватая. Конечно, если морозик будет достаточно низко от почвы, может прихватить. Ну, посмотрите, вот здесь у нас есть вызревшее. Поэтому беспокоиться, ну, не имеет смысла. Вот здесь такая же картинка. Здесь и не на две, здесь на три, на четыре почки вызрело. Да, вот, я покажу его полностью, он маленький совсем. Но лоза вызрела, ничего делать не нужно. Ну, теперь буду показывать на примере этого. Вот один побег у нас вызрел. Видите, сегодня сумасшедший ветер. Вот сумасшедшая погода, ну, в каких условиях есть, в таких и снимаем. Да, вот этот побег, с ним все хорошо. Но вот этот он у нас не совсем дозревший. Хотя вот там в почве, там вызревание есть. Но если вы волнуетесь, если вы переживаете, видите, что идут заморозки, первое, что можно сделать, это немножко подокучить ваши растения. Вот здесь он у нас ровненько сидит с уровнем земли. А вот этот я показывала. Вот, смотрите, вот, вот уровень земли. Вот он вот так. Весной откапывали, чтобы лучше прогревалось. И вот сейчас самое время закопать. Вот, по уровню. И уже этого вполне будет достаточно. Потому что там, ну, там я вам показывала, там на самом деле вот уже все хорошо. Мы эту вызревшую еще под земельку прячем. Получается шикарно. Ну, смотрите, у нас есть, к примеру, и вот такой саженец, который уже, ну, так получилось. Саженца мы его покупали, и получилось, что он на штамбике. Да, уже окучить мы его не окучим. У него, конечно, смотрите, с лозой все хорошо. Вот она, желтенькая. Да, даже толщина хорошая. Вот вырос чуть-чуть, а толщина хорошая. И второй побег тоже. На почку он вызрел. Того более чем достаточно. Ну, давайте предположим, ну, нет у меня зеленых, там нечего показать. А предположим, что он зеленый. Что делать в таком случае? Напоминал прогноз погоды. У нас немножко придут заморозки, и потом будет более-менее нормальная погода. Не надо спешить выкапывать. Да, они в подвале дозреть. Да, они сохранятся. Но лишнее, вот эта выкапка, это лишний стресс. Они у вас и так плохо сезон росли. А мы опять их начинаем туда-сюда таскать. Что мы делаем? Ну, вот этот, он у нас легко наклоняется. Мы его можем немножко преклонить и сверху сделать шелашек из спонбонда. А если мы туда еще положим бутылочку с водой, например, полтора литровую, этого будет вполне достаточно. С спонбон, чем шире вы положите, тем лучше. То есть сделаем небольшой парничок. Морозы у нас еще, напомню, идут не сильные. Чуть-чуть они, может быть, под утро нам пройдутся. Мы шалашик сделали, мы защитили, все. Этого будет вполне достаточно. При этом мы чуть-чуть повышаем температуру там и даем возможность дозреть саженцу на месте, не перетаскивая его туда-сюда. Вот, таки нашла один плохо зрелый, джеват-кора, вот совсем он чуть-чуть вырос, но он желтенький. Все, он, видите, не совсем зеленый. Если лоза пожелтела, значит, оно вызрит. Просто чуть-чуть, вот если понимаем, что с погодой будет не очень. Все, накрыли, вот так вот, если мы сделаем, сантиметров на 50 такой парничок. А если еще, повторю, бутылку с водой, полутора литра вы туда положите, а лучше две, то все будет замечательно. То есть пока что сильно вымываться не стоит. Выкапывать их, перетаскивать. Выкопать вы всегда успеете. Вот, если они будут вот такие, совсем-совсем зеленые к моменту наступления морозов, да, вот такие надо выкапывать. Вот, если вы видите совсем зеленые побеги вот от самого низа примерно в ноябре, да, и мы понимаем, что это заморозки уже будут не на один-два дня, а не на пару часов, а уже хорошие стабильные придут морозы, да, вот тогда мы выкапываем. А пока что не спешим. И еще, стоит ли сейчас заниматься калийными обработками, поможет ли это? Смотрите, если температура ниже 10 градусов, растение уже может нормально функционировать. Для него это биологический ноль. Поэтому то, что вы сейчас будете пырыскать, то, что вы сейчас будете поливать, это все абсолютно бесполезно. И этого делать не стоит. И смотрите, еще какой нюанс. Тоже вот у нас стояла теплая-теплая-теплая погода, да, тут резко похолодало. И для вот этих малышей это тоже стресс. А когда они в стрессе, они будут вызревать лазун. Поэтому набираемся терпения. Все у нас должно вызреть, все у нас должно быть хорошо. При необходимости защищаем. Ну а я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов, винограды и наши контакты. И до новых встреч.